Объекты, размещаемые во время исполнения программы в оперативной памяти, точнее в программной куче, или объекты, размещаемые динамически, являются на протяжении всего своего времени жизни анонимными. Поэтому какого-либо способа обратиться к ним, кроме как по их адресу, у нас нет. В связи с этим, те техники, которые мы обсудили в связи с выравниванием статически размещаемых объектов, здесь применены быть не могут. Нам необходим новый инструмент, и таковым является функция POSIX MEMO-LINE. Как следует из названия этой функции, она является POSIX совместимой, то есть будет работать во всех POSIX совместимых операционных системах семейства Unix, и может входить в переносимый код вашего приложения. С одной стороны, эта функция не имеет ничего общего с атрибутом ALIGNED, который мы представили в GCC, и тем самым она может использоваться в любых компиляторах. С другой стороны, она не предназначена для выравнивания статически размещаемых объектов, поэтому ее ниша в определенной степени является уникальной. Тем не менее, это обычная стандартная функция поведения, которая прекрасно задокументирована, как задокументированы и возбуждаемые этой функцией ошибки. В частности, ошибками, которые возбуждает данная функция, является ошибка, связанная с некорректной величиной выравнивания, то есть с выравниванием, которое не является целой степенью двойки, ну и стандартная ситуация нехватки оперативной памяти, в данном случае в программной куче. Из основных особенностей функции POSIX MEM ALIGN следует выделить то, что она принимает на вход адрес нетипизированного указателя, на область памяти, которую мы хотим выделить с соответствующим выравниванием. Именно поэтому первым параметром данной функции является двойной нетипизированный указатель. Кроме того, величина выравнивания, которую мы передаем этой функции как входной параметр, должна быть кратна размеру нетипизированного указателя на соответствующей платформе. И, наконец, освободить память, выделенную с помощью функции POSIX MEM ALIGN, мы можем совершенно стандартным образом при помощи вызова функции FREE. Посмотрим, как же работает данная функция на полуреальном примере. Этот пример аккумулирует в себе те возможности языка C, которые мы уже рассмотрели, и те соглашения о технике программирования, которые мы успели упомянуть. Предположим, что перед нами стоит следующая задача. Имеется массив целых чисел, который размещен в автоматической памяти. Необходимо создать копию этого массива в программной куче, разместив массив, начиная с адреса, удовлетворяющего определенному требованию выравнивания. Каркас программного кода, решающего эту задачу, представлен на нашем слайде. Начнем с массива источника. Массив источник B определен как массив целых, имеющий заданную длину 7 элементов и инициализированный частично при помощи выделенных инициализаторов. Также мы определим указатель на массив приемник данных того же типа и код ошибки или код возвращаемого значения для вызова функции POSIX MEMO-LINE. Обратите внимание на то, что первоначально я предпринимаю попытку узнать, какова длина линии кэш-памяти данных первого уровня на нашем текущем процессоре. Для этого я использую вызов функции sysconf, который является характерной для платформы Linux и возвращает нам соответствующие характеристики или параметры центрального процессора, в данном случае длину линии кэш-памяти данных первого уровня. Если этот вызов нам не удался, то в качестве значения величины выравнивания адреса массива по умолчанию мы принимаем величину равную размеру стандартного указателя. После этого выполняем самое главное. Вызываем функцию POSIX MEMO-ALIGNED. Если ее вызов окажется удачным, то по адресу P мы получим значение выравненное на величину соответствующего выравнивания и этот адрес будет указывать на размещенный в памяти массив. Если вызов POSIX MEMO-ALIGNED увенчался успехом и переменная RFLANG содержит нулевое значение, то мы можем скопировать содержимое массива источника в массив приемник. Обратите внимание, что я отказываюсь от поэлементного копирования значений, поскольку привычное поэлементное копирование – это достаточно медленный путь выполнения данной операции. Коль скоро мы программируем на языке C и тип данных, являющийся базовым для массива источника и массива приемника – это простой целый тип, то мы можем воспользоваться сервисом операционной системы и произвести копирование участка памяти в блочном режиме, выполнить так называемую пакетную обработку. Мы говорим о том, что массив занимает определенный участок памяти и содержимое всего этого участка нужно в точности повторить на новом месте. Такую услугу нам способна оказать сама операционная система, поэтому вы не увидите здесь поэлементного копирования, а увидите вызов функции MEMCOPY. Когда работа с массивом приемником будет завершена, мы должны освободить память, которая была предварительно выделена, и только в том случае, если она действительно была выделена. В связи с этим, обращаю внимание на вызов функции FREE, и основная работа этого каркаса кода завершена. Обратите внимание на намеренно выбранный нами защитный стиль программирования, предполагающий проверку результата вызова каждой функции, к которой мы обращаемся, будь то функция sysconf, будь то функция posix memalign. Расширением понятия одномерного массива является двухмерный массив, а также массивы большей размерности. Заметим, что понятия размер и размерность массива близки по звучанию, но означают совершенно разные вещи. Размер массива – это количество элементов в нем, а размерность массива – это количество индексов, которые необходимо применить для адресации конкретного единичного элемента в составе массива. Двухмерных и массивов более высокой размерности с точки зрения оперативной памяти не существует, потому что двухмерный массив с точки зрения оперативной памяти – это составленные подряд строки, которые следуют одна за другой без каких-либо пропусков по памяти. Точно так же устроены и массивы более высокой размерности, любой массив размерности n плюс 1 можно представить как совокупность n-мерных массивов, следующих один за другим. По этой причине ничего или почти ничего принципиально нового в технике работы с многомерными массивами язык C нам не предлагает. Любой такой массив при необходимости с точки зрения алгоритмической либо какой-либо иной можно рассматривать как одномерный массив, число элементов в котором равно произведению количества элементов по каждому отдельному измерению. Только что мы сказали, что техника работы с многомерными массивами почти ничем не отличается от техники работы с их одномерными аналогами. Что же означает это слово «почти»? Обратимся к исходному коду. Как мы видим на конкретном примере, существует два различных способа инициализации двухмерных массивов. Один из них, а именно пример, связанный с инициализацией массива B, дает возможность определять начальные значения элементов двухмерного массива так, как если бы он был одномерным. Перед нами массив размера 2х3, что означает наличие в нем шести элементов, и явно указав первые пять из них, мы оставляем последний элемент, инициализируемым неявно, что по уже известным нам правилам, эквивалентно явной инициализации нулевым значением типа int. Однако мы имеем право воспользоваться нашим знанием о двухмерной природе аналогичного массива, и рассматривая код инициализации массива A, мы можем обратить внимание на тот факт, что вторая строка этого массива инициализирована явно и полностью, тогда как в первой строке один элемент опущен. Опущенный в первой строке элемент, очевидно, приобретает нулевое значение, однако уже становится не последним элементом, так же, как в случае с массивом B, а одним из средних элементов, что показано в соответствующем комментарии. Обратите внимание, что для того, чтобы воспользоваться двухмерной структурой или природой массива A, мы использовали дополнительные комплекты фигурных скобок. Аналогичным образом может выполняться определение и инициализация массивов более высокой размерности. Так же, как в ситуации с одномерными массивами, для двух и многомерных массивов существует ряд тождеств, связывающих эквивалентные выражения с использованием операции звездочка, операции взятия адреса и операции квадратные скобки. Ряд этих тождеств приведен на нашем слайде. Обратите внимание, что операция звездочка в используемом здесь смысле эквивалентна операции квадратные скобки, а операция взятия адреса уравновешивает в определенном смысле ту и другую из операций. С точки зрения написания эффективного кода, использование всех этих операций совершенно равнозначно, если мы говорим про операции разыменования, как звездочка и квадратные скобки. Поэтому использование той или иной операции определяется стилем программирования, конкретной задачи и удобством дальнейшего чтения кода. Рассмотрим несколько примеров совместного использования многомерных массивов и указателей на эти массивы, их строки и их отдельные элементы. На нашем слайде с исходным кодом представлены три отдельных объекта. Определение первого объекта, мы уверены, не вызывает никакой сложности у наших зрителей. Объект К – это двухмерный массив размером 3 на 5 элементов. Точно так же минимальные сложности вызывает объект П, который является массивом из пяти указателей на целые числа. Каждый элемент такого массива является указателем и занимает ровно столько памяти, сколько необходимо для хранения адреса анонимного объекта типа int в оперативной памяти. Наконец, средний объект ПК, возможно, является новым для нашей аудитории. Это указатель на массив, существование которых в языке C, к сожалению, известно не очень многим. Хотя существуют в языке они уже очень и очень давно. В этом случае мы заставляем компилятор проводить определенную статическую проверку кода, связанную с тем, что объект, который мы адресуем через такой указатель, является не просто массивом целых, а массивом целых длиной 5 элементов. Иными словами, такой указатель на массив целых будет несовместим с указателем на массив целых длины 3, 4, 6 и т.д. элементов. Представленные в нижней части слайда с исходным кодом примеры являются допустимыми и иллюстрируют возможности совместного использования операций квадратные скобки и звездочка для обращения к отдельным элементам, к строкам массива и к массивам целиком. Рассмотрим, к примеру, первый из предложенных операторов. В левой его части находится указатель на массив целых длиной 5 элементов. Справа находится имя массива k. Имя массива k – это константный указатель на массив целиком, а также, как вы прекрасно знаете, адрес нулевой строки. Эти параметры полностью соответствуют тому, что мы видим в левой части нашего выражения, а именно указателю на массив из пяти целых. Поэтому данное присваивание является корректным, как корректными являются и остальные присваивания, которые, впрочем, не так сложны и, на наш взгляд, не требуют дополнительных пояснений. Изучите их самостоятельно. Впрочем, самое интересное в использовании указателей заключается не в их определенной эквивалентности одно и многомерным массивам. Одним из самых интересных моментов в использовании указателей является вопрос о их совместимости между собой. Как вы прекрасно знаете, рассматривая два любых типа, скажем, t и y, и рассматривая два указателя на объекты каждого из этих двух типов, мы можем в общем случае утверждать, что эти указатели окажутся типизированными и несовместимыми между собой, если типы не одинаковые. В случае, если принимающий тип t является пустым типом, а указатель на пустой тип является нетипизированным указателем, то вопрос совместимости благополучно решается, однако это лишь один из частных случаев. Еще один из таких интересных частных случаев заключается в рассмотрении двух указателей, один из которых является указателем на константу. Как известно, значение указателя на константу нельзя присваивать обычному указателю. А что можно и чего нельзя делать с обычными указателями? Рассмотрим несколько примеров. На слайде с исходным кодом мы видим ряд определений. Начнем с них. В первой строке с определениями мы видим обычный и двойной указатель на значение двойной точности. Во второй строке мы видим уже знакомый нам указатель на массив из двух значений типа double. Далее следует два двухмерных массива. Обращаясь к первому допустимому оператору присваивания, нетрудно видеть, что в правой и левой части операции присваивания находятся одинарные указатели на тип double. В частности, слева находится переменная типа указатель на double, а справа адрес отдельного элемента в двухмерном массиве. Очевидно, что типы выражений в левой и правой части присваивания совпадают, что делает данную операцию допустимой. Следующая операция, которая также является допустимой, имеет в левой части все тот же одинарный указатель на объект типа double. В правой части мы видим адрес строки двухмерного массива, но строка двухмерного массива – это одномерный массив, который также является одинарным указателем на объект базового типа, на объект double, что опять же позволяет говорить, что данная операция допустима. Следующая допустимая операция выполняется между двумя указателями на двухэлементные массивы типа double. В левой части мы используем имя переменной, которая сама по себе является отдельным указателем на двухэлементный массив double. Справа же мы имеем указатель на нулевую строку двухэлементного двухмерного массива dbl32. Наконец, последнее допустимое присваивание выполняется между двумя двойными указателями на тип double. В левой части находится неинициализированная пока переменная соответствующего типа, а справа выражение, построенное на взятии адреса одинарного указателя на объект типа double. Приведенные ниже недопустимые примеры присваивания объясняются так, как мы указали в примечаниях в комментариях к коду. Обратите внимание, что эта форма примечаний или комментариев не является произвольной. Именно в таком виде вы будете видеть ошибки компиляции в случае попыток использования подобных операций присваивания в компиляторах семейства GCC. Введение в определение указателя квалификатора CONST расширяет репертуар существующих в языке C указателей до четырех вариантов. В частности, ранее мы имели дело с обычными указателями, которые сами могут быть изменены и адресуют изменяемую через них область памяти. Благодаря наличию квалификатора CONST мы можем как зафиксировать само положение указателя и сделать сам указатель неизменяемым. Иными словами, мы можем запретить адресовать данному указателю иную область памяти. А также мы можем сделать указатель, адресующим неизменяемую через него область памяти, что позволяет менять ориентацию самого указателя, но запрещает модифицировать те адреса памяти, к которым можно через него обратиться. Отвечая по-разному на вопрос, можно ли адресовать через указатель изменяемую или неизменяемую область памяти, а также на вопрос о том, можно ли изменить сам указатель, мы получаем четыре варианта указателей. Посмотрим, каким же образом они описываются в языке C. На представленном примере с исходным кодом мы видим все четыре варианта определений. Определение обычного указателя не содержит квалификатора CONST вообще. Далее представлены два варианта определений, в котором квалификатор CONST располагается до и после символа звездочка. Именно это имеет принципиальное значение, и именно это позволяет компилятору отличать константные указатели от указателей на константы. Для того, чтобы запомнить эмпирическое правило, по которому записываются константные указатели и указатели на константы, мы рекомендуем обратить внимание на то, что язык C, будучи создан американскими специалистами, подчиняется некоторым лингвистическим правилам английского языка. В частности, известно правило левого определения. Цепочка следующих друг за другом существительных должна читаться не слева направо, а справа налево. В таком случае, если мы будем рассматривать звездочку как слово POINTER, указатель, то перед нами образуется вполне очевидная конструкция. Указатель на целую константу Константный указатель на целое Константный указатель на целую константу Приведенные ниже примеры использования указателей демонстрируют как ситуации их взаимной совместимости, так и ситуации их взаимной несовместимости. Комментируя эти операторы, следует сказать, что по отношению к каждому указателю, адресующему определенную область оперативной памяти, можно говорить о безопасности работы с памятью через данный указатель как инструмент. Так вот, работая с указателями, мы можем либо поддерживать, либо повышать уровень безопасности работы с конкретным фрагментом оперативной памяти. Именно по этой причине обычный указатель может быть превращен в указатель на константу. Пример 1. С другой стороны, указатель на константу не может быть сделан обычным указателем, поскольку это в определенном смысле компрометирует соответствующую область памяти. Наконец, во избежание различных нежелательных побочных эффектов, в языке запрещены присваивания, аналогичные последнему приведенному нами примеру. Продолжение следует... Продолжение следует...